Денис Анатольевич, аспирант, она же моя ученица, она же принадлежит к ученому кругу, вот, не вылазит с моего сада, утром приезжаю она там, вечером уезжаю она там, вот, ну, что делать, пусть сидит, который пишет. Вот это в моем саду я рассказывал про Чернобаева, к 30 июня у него уже созрел абрикос, который мы назвали сверхранний Чернобаева, а вот 13 июля у меня созрел первый абрикос, первый, вот, который начали падать, вот, это у меня мор, вот, ну, а дальше снова, который пишет, вот так, А сейчас, я вас очень прошу, среди вас много занимать таких людей, увлекающихся, таких, увлеченных, я вам рекомендую почитать Дудинцева, его книгу «Белая одежда», там выйдя на два персонажа, один это, сами понимаете, Лысенко, вот, академик, который гонял этих хосом грибов генетиков, вот, а его помощник был как раз человек, который, в общем-то, втайне поддерживал этих же генетиков, сочувствовал, вот, даже спасал сорта картофеля, вот, почему? Потому что, вот, вы знаете, как бы это сказать-то, я его почитал тогда, когда, ну, ну, знаете, успех, когда, годы перед своей, я тогда не думал, что это все, как будто он заглянул в будущее, что эта книга, которая должна была привести, она была так талантлива, что люди, миллионы людей потом переживали, приняли это за белую, за чистую монету, что, да, если все, и людей, его долбили, все-таки, герой, главный герой этой книги, молодой ученый, спас он эту сорту или не спас? Сейчас поймете, к чему речь пойдет. Люди всерьез поверили, они переживали, как там, власти против, КГБ против, все против, на это. И человек, да, рискуя жизнью, спасает, и люди, мы же все, я тоже, я молодой, наивный еще был тогда. Вспомните, это пересрочные годы, когда разрешили печатать настоящие книги, помните? И ради одного сорта. А сейчас у нас, а сейчас, я неделю назад, я на рынке встретил человека, который продавал вот такую же черешню. Вот такую вот. Это мы сегодня с Ивана Александровна привезли, это самое, от пианиста, так? Вот. Это тоже гибрид вегетативный, но об этом будет разбор потом. Красивая? И я впервые, первый и последний раз в жизни видел черешню на Савиногорском рынке. Он присоялся к Георгиям, я с ним познакомился. У меня есть фотографии, но они, зараза, я не умею. Вот сейчас некому, вот отсюда фотографии перекинуть сюда. Потом, это, а вот уже, помните, как я говорил? Надо найти ту Людмилу, у которой настоящий гибрид абрикоса с персиком. Вы думаете, тут же рванули ученые, посмотрели мою передачу, и тут же рванули искать ее? Давать объявление, как я хотел. Ах, ладно, без мата. Вот. И таких примеров у меня десятки. И вот очередной пример. Я с ним разговариваю. Он говорит, где сосед этого? Вот на того самого Евгения нашего. Это когда-то было его садо, это уже потомки. Понимаете? По крайней мере, ну как мы, гадали-гадали. От кого-то же это пошло, зараза, вот это вот чудо. Вот. Ну, гадали-гадали. Почти к выводу. Ну, наверное, кроме Боднера, больше некому этим было заниматься. Наверное, это его. Я спрашиваю этого самого Георгия. Я говорю, ну и как? Сосед, сосед. Ну и как, что? А он, что заброшен? Вы представляете? Сколько я вопил, начиная с его смерти, еще до его смерти за год, за два, за три. Государственная охрана. Пока все это не перекочует в сады наученных. И вот когда я понял, что все это глаз вопиющего, что все это пустыня, что мы ничего... Если у него сад заброшен, это что значит? Ну, правда, у него два сада. Мы вспоминали еще один сад. И тогда я в отчаянии, раскрывая эту тему, глядя вот на эту девушку, ой, вредная я... Ну, я в хорошем смысле. Вот такие должны быть еще, наверное, нудные. Вот такие вот. Думайте, как вы сегодня съездили? Чуревушки. Вы потрошили двух человек. Я имею в виду, вы потрошили информацию. Это. Пианист, вы уже знаете его. И еще ее знакомые, у которых вдруг оказались мои саженцы. Эти мои саженцы вырастили в огромные деревья. Плодок немерено. Подчеркиваю, мои саженцы. Сейчас мы будем серьезный разговор. А я говорю только о том, о чем я имею представление я железом. Плоды у той ее подруги. Назову это руководство. Васильевна. Как запомнил. Что у нее числа Васильевна. Пожилая женщина. С моими абрикосами. Когда там, бог знает, когда там были. Такие огромные, уже не знаешь, сколько лет. Лет 25 прошло, 20. Вот. А у пианиста, академик Железова, позднее Филиппева, череша Боднера. А знаете, чем интересны вот эти два сада? Они не только друг от друга. Васильевна и назовем его по отчеству Владимирович. Васильевна и Владимировича нету диких, полудиких, полукультурных абрикосов. Только элита. Так сложилось. Как ко мне приезжал человек? Я хочу сажать. Какой? Самый лучший. А их некому было перепылить, испортить. И я сейчас еще скажу. Понимаете? Ребята, обычная учеба кончилась еще на первых вебинарах. Я вам все помню, где там тема была. Вот даже то, что я показывал посадку семян. Там было в 100 раз разжевание. Подключайтесь, кому надо знать, как вырастить. Вот товарища, который 700 неудач. Вот. Смотрите туда. А мы сейчас будем о более серьезных вещах. Как граждане России будем говорить. Почему Двидинцев вспомнил? Потому что это была претеча нынешней ситуации. Что, лучше стало, что ли? В сады завалили картошкой. Картошки той не стало. Ведро картошки 500 рублей. Прошлогодний. Ведро 500 рублей. И вот я почему это сейчас говорю. Сейчас поймете. Итак. Значит, в этих двух садах нет. А случай, который был из научной литературы. Я вам цитировал. Что? Сейчас поймете. Сорта. Злаковых культур. Ну, я могу сказать. Рожь, пшеница. Что-то из этих двух. Опыляли специально пыльцой кукурузы. А меня железо по морде, по морде. Когда я говорю, что он не обязательно должен опылить. Нет, не так. Опылить до вести до плащ. А просто опылить. И качества должны измениться. В истории с этими земноводными можно. С собаками можно. С этими лошадьми, с зебрами можно. Вот. А нельзя, оказывается, почему-то именно с растениями. Люди, ученые, братья, не то, что кто-то какой-то там, этот, амантюрист. А специально опыляли. Несколько винаров назад, вспоминайте, показывал, рассказывал. Опыляли пыльцой кукурузы. То ли рожь, то ли пшеницу. И получали новое качество. Теперь мы селены саны берем, приезжаем зимой и срезаем там полсотни черенков. Плачу я несколько тысяч. Вот. Почему? Потому что он не в доле, он, так сказать, это просто заработал на мне. Я срезал и позднее Филиппева. Но на самом деле он не позднее Филиппева. Он просто поздний. Вот. Потому что у него характеристики опять расплылись. Как мы узнали? А мы их привили на эти, на Маньчжорце. Так. Бай привили. Там что еще было? Королевский привили. Академик привили. В этом году первый урожай. Прошло 3-4 года. Вот. А почему я набрался смелости перенести их с черенушек? А это самый теплый край в Сибири. Так сложилось. А у меня уже настоящая кондовая Сибирь. Сто раз он показывал и таблицы зимних температур. Много чего показывал. Да я их посадил на сибирские вишни. И получается, что сразу прибавилась морозстойкость. В предпоследний год 40 градусов и зима хоть бы одна это, хоть бы один листик, хоть бы одна почка замерзла. Нет, все. Перенес черенушек в более южный край, назовем это так. Если смотреть по географическим зонам, между нами, наверное, километров 500. И не 20, но 30, как вот по карте, а километров 500-800. Учитывая, что там микроклимат особый. Надо этим пользоваться? Надо. А кто даст нам эту морозстойкость? Внимание. Наверное, опыление без зачатия. Так, у виска покрутили? Пойдем дальше. Для чего нужны чрезвычайные комиссары? В стране... А я дальше... Вот тут крутите. Вот, отключайтесь. Говорите еще, это самое... Мало нам этих прожектов. И так ни хрена, ни в стране бардак такой творится. Вы знаете, мы до этого привыкли. Десятки лет под ними тем же ямам ездим. Ездим, бьем машины, ездим. Никому в голову не приходит, что их давно могли бы отремонтировать. А они как делают? Они бордюры ремонтируют? Они только чуть-чуть на век кажутся. А ямы все те же. Вот это и есть наш принцип. Кто читал роман Коплаван, тот меня поймет, о чем речь идет. Кто видел этот самый... Помните, когда весь парк гудок ушел? И вот получается, я как бы обосновываю. Нам нужен исток чрезвычайный комиссар. Он должен подчиняться, конечно, президенту. Вот. Они должны быть неприкасаемы. У них должна быть зарплата соответствующая. И сейчас беру пример. Дело в том, что у нас есть несколько самых страхов, которые с ней запущены. Вы когда думаете, что вы лечитесь, и эти таблетки вас лечат, это так и есть. И все забито этими приборами и прочим-прочим. Разные эти самые... Кислой водой и все, и все, и все. Это все выхачивание денег. Вы это знаете, да? Вот. Садоводство запущено безнадежно и бесконечно. Почему? Путин проводил, мы сказали, одно совещание. Ничего не сделано. А что же у них там за программа была таинственная? Потому что его угощали яблоками только. Вот. И у нас, кроме яблок, нам, вроде, ничего больше пока промышленность не дает. В советское время хотя бы еще и сливовые компоты нам давали. И вот получается следующее. Я сейчас прагментарно покажу, что должно быть. А поручить этому нельзя. Вот сейчас вы поймете. Вы видите, выдающийся человек, вот это вот, абаканец. Умнейший, грамотнейший. Инин. Председатель совета, председатель союза Садоводов Хакасии или Абаканов, что-то одно из двух. Умнейший. Четыре выступления по телевидению. Вот. Рассказывал все это о этих безнадежной войне с надзорными органами. Я вот сейчас приведу пример. Вы поймете, насколько все серьезно. Рынок завален с садовцами. Присылает мне ролик. Еще раз расскажу. Пусть на этом, наверное, сегодня многое не смогу вам рассказать. Но я не могу не говорить об этом. Итак, важнейший ролик для меня. Огромное количество садовцев. Сидит женщина, ну, по виду тайжичка, узбечка, кто их разберет, то то, что у них же особая одежда, у них там эти хиджабы, поэтому не спутаешь. Подходит здоровый, такой морда такая, средних лет мужчина с погодами. Вот. А кто-то, а сейчас же это запросто. Так, сейчас любой из нас, пожалуйста. Сейчас в труде стало где-то в каких-то условиях воровать, там, хамить. Тут же попадаешь на пленку, образно говоря, на пленку. Вот. Поговорил с ней, сел. Составил акт. Даже цену можно было снять 300 рублей. Акт составил, она расписалась. Это давно было, там цены были другие немножко. Вот. Она расписалась. Он встал и ушел. А она, а селка продолжается, она продолжает торговать южными саженцами. Все они будут уничтожены. Все они обречены на верную смерть до единого. Спрашивается, вот эта морда, которую показали, какого-то из органов, она вот так вот с них дань берет. Наверное, он эти 300 рублей попадут в государство. Но это цена того, чтобы у людей из кармана только вот ее саженцы, там тысяча добрая. Она уже этих самых сотни тысяч из кармана выберет. А он-то зачем? А верная смерть наших этих яблонь, сотни тысяч, мы столько сил потратили, мы столько это, мы вырастили, мы это самое, мерзли, мокли. Это вам не шутки, когда первые садоводы, это вам не эти. Как сейчас, когда я говорю, посадил и забыл. И у меня таких примеров много. Тогда это было не так. И что? Все сотни тысяч погибли. Погибли за несколько лет. Весной он живой, а к осенью он мертвый. Деревья 5, 10, 20-летние. Саженцы, все гибло подряд. Выводы сделали. Южные садовцы запретили привозить вместе с этими полячками? Нет. Для чего он нужен? А теперь скажите, вот тот самый надзор, который только на бумаге существует, и то это самое. Сказать, что жаровать нельзя, намекай скромные зарплаты. Берут взятки, не берут, я не знаю. Я когда подошел к одному узбеку, вы представляете, какие слова-то русские знают, так, клють богом, такой разговор был. Ты его откуда привезли? Он говорит, что это самое, с Алтая. Документы есть? Причем я так робко спрашивал, я не то, что там, я этот контролер. Он тут же прибежал и показал. На один саженец пятилетней давности документ был. Больше нету. Потом он меня берет за рука, говорит, пойдемте, перетремте тему. Он слово знает, перетремте. Вон, то ли узбек, то ли этот. То ли, зацик, перетремте тему. Значит, перетирали. Вот для чего нужно считать, это только пункт первый. Если вот это все не будет прекращено, мы остались с гигантом, 90-е, мы, я не могу знать все, я еду по улицам, эти майны, большого карака, там, черемушек, даже хутор красный зацепило, да еще как. Что толку же я горжусь, что у меня сатра не пострадала? Его сожгли просто, несколько годами раньше. Уверен, что мой тоже был бы мертвый, тот самый, но острый. Я это накалечил как мог. Единственный мой вывод, это количество меньше шансов, что это. Бактериальная болезнь, бактериальная, что получилось-то? Для чего наука нужна? Для чего эти лаборатории? Для чего эти самые, кто это, все, на грибы свалили? Он пробовал, Един пробовал с этим выводить. Ну и что, свалили на грибы. Нету сейчас в этих самых органах, контрольных и прочих следящих, ни одного, ни людей нет, которые могут сейчас честно выполнить свои обязанности. Вот это прекратят. Вот это вот. Это раз. Спасение зарастающих лесом земель. Раздача запрещена. Земля сельхозназначение, даже продажа запрещена. Туалет построить нельзя, бремянку нельзя, ничего нельзя. А зарастать миллиардами, а не знаете, что слушай? Всего нету. 5-7 метров, я фотографии показывал. Причём они настолько густо растут, там грибы появились, эти масляты, их собирать трудно. Вот, земли уже это нету. Причём это гигантское, страшное. И вот вместо этого можно было стоить только раздача земель. В государстве не нашлось ни одного человека, государственника, который бы это понял и его осуществил. Последний это был Ельцин. Берите землю. Мне тоже не хотели 5 гектар давать. Я сказал, закон не закон, гоните землю. Ну, дали ты на острове, там, куда не так, там не знаю, это. Иной раз не заводишь. Ну, хоть так. А теперь представьте себе, как должно быть. Ну, ладно, идём по порядку. Пункт третий. Пропаганда новостного СМИ. То, что сейчас нас слышит, будет к концу недели 300 человек, должно быть 300 тысяч. Как это сделать? А вот сейчас попробую выйти на это. Хотя бы на федеральный уровень. Но это чудо. Это потому, что меня уже там знают, по крайней мере. И причём я уверен, что то, что я буду рассказывать, заснимет этот, я ещё говорю, блестящий ведущий, агроном Кудачёв. Заснимет. А я ещё говорю, ну, ведь мы же всё в чёрта мать. Ну, посмотрим, говорит Кудачёв. Ну, давайте смотреть. Книги, достойные миллионы тиражей. Ладно, моя книга. А Боттера где книги? 50 экземпляров, 100 экземпляров, 200 экземпляров. Ну, позор же, страны. Создание программ для школ и вузов. Надо в конце, в конце учить детей, учить. Не вот этой дури. Если бы здесь не было написано, я бы сам не поверил. Вот так вот, знаете, просто. Что не может этого быть. Даже при мне такого не было. Я в Хари бы проходил, я до сих пор не помню. Зачем? Представляете, это самое. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. А давайте на Ямбре Хари, а? А ведь было. Я школьником был в 10 классе. Было? Волшебные стихи. А что? Изучили Ямбре Хареи. Теперь можно после этого стать поэтом. Припоелся 11 класс, и эту дури решили заполнить. Вот она, тучка золотая. Так. Как хорошие вечера. Вот. И это натурально. Вы знаете, это нам какое-то преподают. Преподают. Люди сидели по домам, дети сидели, боялись заразиться. Я согласен. Это-то зачем им это вот? Сейчас сверяться будет. Она это преподает 11 классникам всей страны. Потому что это была замена, не поняли, да? Этим, живым этим. Хотя какая разница, на школьной доске или на экране телевизора. Способ организации стихотворного текста. Лежит упорядоченное появление ударных слогов при производстве количества безударных. Запомнили, нет? Ударения создают ритм, который является приоритетным. Это для каких идиотов? Это вот один человек придумал. И никто, ни его дети, ни его внуки, никому это нахрен не нужно. Вот они начали. Давай, возьмем характерную систему. Давайте были ныжучать. Давайте. Ну, сложное, трехсложное. Давайте. Вот. Оказывается, доктиль не амфибрахий. И это, доктиль, это когда, как хорошо ты море ночное. Запомнили, что такое? Что это доктиль. Не амфибрахий, а доктиль это, доктиль. И детям вот так же, когда моя жена, старший, учительница и племянница свою, вот так вот, чуть ли не запоминай, запоминай эту дурь. Это я все видел это, доктиль. А напест, а напест, это что-то жадно глядишь на дорогу. Поумнели, научились стихи складывать, а ведь это все на полном серьезе, оказывается, силабическое предполагает. Количество слогов должно быть одинаково. Вы можете сочинить стихи заранее, зная, что количество слогов должно быть одинаково? А? Акцентный стих Маяковский. Когда появился стих, его можно раскладывать на все эти безударные слоги, когда он уже есть. А зачем детям, которые стихи не собираются складывать, это знать? Прочитал Маяковского, он возьмет тогда, ну, прочитал, потом берется, возьмет, так задумается, возьмет с рукой за голову и скажет, Так, вот он акцент из стих-то, оказывается, Маяковского. Так, как это интересно. Как еще поиздеваться над этой дурью? Представляете, первоначально посчитаем количество слогов. Вот. Зачем, если у Илья Муровича, у славного города Чернигового, из-за силы много-множества? Это былина. Вот это зачем было раскладывать на слоги? Зачем это детям нужно? Или на слоги, как правильно? Оказывается, первая строка из 13 слогов, 3 ударных, 10 безударных. Во второй, 11 слогов, 3 ударных, 8. Ну и что? За что? Вот это вот, за что детей-то? А прям показывал эту идиотскую книгу по биологии. Перепечатали эту самую биологию старших курсов университета. Полсотни, сто незнакомых слов, непереводимых, на одной странице. Это что? И тоже, кто там командует? За что это делается-то? А потом дети идиотами выходят. Не идиотами, а с признаками уже. Вы знаете, что вокруг творится? Сходите, вот после всего этого. Я ни разу в жизни не был ни на одном этом. Но вы посмотрите, когда собирается 5-10 тысяч, раскачивается в это время кто-то под какую-то мелодию, и смотришь, это же не люди. Это пародия на людей, я имею в виду на личности. Какая-то личность, когда у них все это самое, в голове творится. Ведь это же вы, вот это придумали, вот этот идиотетизм. А что сделать надо? Программа должна быть другая. Если по биологии, пожалуйста, вот она готова. Вот, я не шучу. Вот такая должна быть биология. Чтоб миллионы людей сразу научились, хотя бы не попадаться в эти подлоглавушки, хотя бы эти самые. Ну, а это на кого рассчитано? Ведь нашлись же люди, которые за 147 рублей высылают вам семена. Заметьте, не тысячу, 147 рублей. А это семечко должно одно посеяно быть. Через три месяца перед вами куст, включая дерево, потому что там и вишня упоминалась. Вишня упоминалась, через три месяца это будет куст в одном случае, в другом случае даже дерево с плодами. А это ещё только начало зимы. А вот снова в начале зимы посадили семечко, не зная ничего о биологии. Потому что вы знаете, какая она биология же показывала? Вот эта идиотская программа. Дети же так больше ничего не знают. Они поверят, что ещё одна семечко, допустим, в ноябре посадили. В ноябре начали зимы, когда всё засыпает. А через три месяца перед вами опять здоровый куст с плодами. Вот такой вот. Ну там цифры приводились. 5-10 килограмм сразу. Через три месяца. И через три года. Ещё три месяца. И ещё три месяца. Четыре урожая в год. На каких людей вы рассчитывали? Вот там тот, кто составляет эти идиотские программы-то. Они об этом думали? У них свои же дети, погнавшись за этим серебряником и за этим самым. Что ничего думать не надо. Ну я понимаю так, я согласен со многим. Ну что, девочкам надо изучать, что такое логарифм. Я уверен, ни одна выпускница не знает смысл логарифма. Вот. Мы знаем кислая почва, щелочная почва, ещё какая. Часто в лекции встречают. Паш, 3, 4, 5, 6, 7. Три кислая, 7 нейтральная. Это пригодилось или нет для того, чтобы посадить что-то? Ах, кислая почва. Что такое, Паш, вы знаете? А? Отрицают алгоритм. Ну, вспоминаю. Активных ионных водородов. Понятно стало? Нет? Это дано только одному из тысячи. А это-то за что? Научили детей. Контроль за чиновниками и помощь в раздаче неиспользуемых земельных цельхозназначения всем жителям России. Контроль за чиновниками. Потому что я у нас Сизай, у нас уважаемый мэр. Это старая история. Вот. Его родственница отвечает, она же инженер-агроном. Агроном и отвечает за раздачу земли. Я говорю, почему земли не раздаёте? Она говорит, ну что, нам тут же пришлют коррупции. А что это значит? Вот вам они землю. Тогда это что, уровень инженера? Не инженера, а как это? Уровень агронома, второе слово, геодезиста? Или всё-таки это уровень президента страны? Министров? У нас же никогда не будет своей картошки 500 рублей. Помните, это человек 40 лет старше, 12 тысяч зарплаты. Ой, пенсия. 24 ведра картошки. Ещё и пенсии нет. Раздать землю. Ведь какой дурак не возьмёт, когда ему говорят. А самое интересное. Представляете, как это подать-то можно? Однажды выходит закон. Я в тот же сразу побежался. Помните? Вот. И он теперь, 92-й год. Человеку объяснили. Объяснили с самой высокой трибуной. Пусть только вам не дадут. В тюрьме будут сидеть голубчики. А вы землю выбирайте сами, где хотите. Как мой хуторянин. Бывший директор крупного завода Иркутской области. Приехал сюда. Видимо, деньги были. Вот. Ферму организовал эту. С гусями, с корами. И захотел перегородить дамбы. Ручей. Вот такой он. Воробей тот впереди может. Но стоит только сделать дамбу. Получается озеро с карпами. Совсем. И 8 человек персонал. Понятно. Сторож тот. Тот кормить будет эти же. Вот. А там это будет. Вот тебе и занятость. Вот тебе и рыба. Вот ты к нашему столу. Вот тебе зарплата. И что? Это озеро кому-то бы помешало? Три года ездил в Красноярск. Это Шушенский район в Красноярск. Ему край принадлежит. Ну и что? Вот. Теперь о чем я говорю? К чиновнике. Я вам два примера привел. Никогда это не решат. Законы и особый институт чрезвычайных комиссаров. А попробуй ты это скажи комиссару. Вот. Если чиновник отказал в оформлении земли, он враг народа. Нарочники и суд. Это должно быть в законе. То есть все наоборот. И я вот эту вот фразу. Я сколько раз повторял. Нет своей земли в собственности. Нет у человека Родины. Человек с девятиэтажки, особенно с наших старых девятиэтажек, которые мы называем, помните как? Хрущевками. Вот эти в гелушках. Маленькие. Одно-двухкоматные квартирки. Это не Родина. А вот выбрал место. Посмотрел. Ага. Самое главное начать. Тут главный пример. Подай-то. Вот. Человек посмотрел. Ага. Там всего 200 метров до электросетей. Всего 200 метров. А вот он ручей течет. А я загородю, у меня свой пруд будет. Я уток заведу, кур заведу. А у меня пока только один пример такой. На всю округу. Как им позволили запрут сделать, я до сих пор не знаю. Но сделали же. Таких может быть. На этом ручей-то они десятки лет, может быть, 5, 10, 20, 100 за пруд. Рыбы бы завалили бы завалили всё. Да они бы по такой цене, как та, с этого, возле этого самого. Везут от японского этого, которая была затоплена, ихняя атомная ГЭС. А тут рыба везут к нам. А тут собственный пруд. И не только пруд. А уж овощей бы было. Вот. А потому что взял тот же гектар собственный, взял и решил ничего не делать. А при берегу. А это те же деньги. На следующий год приходит случайный комиссар. И дает постановление. Это не твоя земля. Следующая на очереди. Это где самая ценная земля. Нет земли, нет родины. Вот. Ну, а дальше право законодательных инициатив. Господи, когда наши бывают власти, а? Каждый гражданин России, это должно быть. Я уже поднялся до законодательной силы, до конституции. Помните, как этот кинокомедии? А он, этот, деточкин-то, который воровал у воров автомобили. Он посвятил, он посвятил на самое святое, на конституцию. В конституции сказано, что каждый человек имеет право на, вспоминаем, смеялись, имеет право на личную собственность. Так теперь я, вслед за этим самым, артистом повторяю, за Мироновым. Каждый гражданин имеет право на землю такой площадью, которую сможет обрабатывать. Гектар, гектар, 10-10. Вот тут у дураков не будет. Это сейчас попробуй, возьми. Как торговался соседом. По тем или иным, 50 тысяч за сотку. Сейчас там березы растут 10 метров высотой. Цензура опасных, глупых, затратных, смертельных советов. Вот за эту фразу меня и выгнали с этого. Я не скрываю, когда включили микрофон, это то же самое, что выгнали. Вот. Должна идти сейчас война с современными СМИ. А потом, я буду вот это рассказывать, как это, знаете, ну, легкий смех. Она считается специалистом. Она лекцию читает. Я не знаю, какое у нее образование. Наверное, сельхоз. Наверное, упустится высшее. Наверное, может быть, кандидат наук. Потом как-нибудь посмеемся, когда я целиком покажу. Я просто выбрал, что. Сложнее подниматься насекомым не так легко. Знаете, я ничего оправдал. Метровый штамп с изовечными. Надо отрезать все по кроветке до метра. Чтобы насекомым было не так легко подниматься. На этом ее уровень кончается. А мой нет. Я взял, начал вспоминать, кто имеет крылья. Листоверки, белокрылки, крылки, белокрылки, гусеницы, бабочки, муравьи, плодожорки. Еще не всех вспомнил. Я так говорю, бегом-бегом. Все они имеют крылья. Нахрена им штамп искалечило, чтобы туда не пускать. Кто полезет-то вверх-то? А вы знаете, когда вот эта вот обработка считается профилактической? Дерево облили, да еще столько яду потратили. Ну, естественно, уничтожили этих. Уничтожили заодно. Понятно, всю подземную жирность полезную. И муравьев полезных, и этих самых. И гусениц. Ой, не гусениц. А червей полезных. Он же прилетит. Только-только вот яд перестанет действовать. После, например, первого же дождя. Все, яд уже там. Он уже уничтожил. Это самое. Все полезное. Яд перестал действовать. Все полезное уничтожено. С соседнего дерева-то прилетит. Через 10-100 метров. Вы не понимаете, нет? Вы знаете, я всегда поражался. Вот у нас здесь в этом году. Извините, что я так долго говорю. Все равно, считайте, я испортил вебинар. Вот. Ничего. Кому надо, тот уже все знает. 192-й по счету. Смотрю, появился остров. В Венесееве воды нет. В этом. Водохрилличе нет. Ну, многомесячная засуха. В дождей нет. Все, 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 все. Садится. И вот он появился не так давно. Остров. Проходит неполный месяц. И на острове уже кипит жизнь. Он уже весь закрыт. Зеленой травой. Он много лет был под землей, под водой. Обычно где-то, ну, те, которые появились, острова. В среднем, обычно, вода пустила где-то на метр, на полтора. То есть, вот столько воды шел год за годом, год за годом, год после этой аварии. Прошло лет 10, да? Лет 10-12. После знаменитой аварии. И все это время острова не было. И когда он появился, там не могло быть никаких насекомых. Там не могло быть никаких семян. Не было, не было. Ну, 10-12 лет в водах ледяная хлистала под этим грунтом. И вдруг она встала наверху. Через месяц все зеленое. И там эти самые, самые... Как туда занесло все это? И там полно насекомых, что-то там кипит жизнь. Мгновенно. Вот так, как я и говорю, ветром надуло. Надуло ветром эти самые пестики, тычинки. Надуло ветром эти же белокрылки прилетели, все листоверки. Потому что 20-30 метров до берега. А что вы, когда вы дерево калечите этими оприсками, вы что думаете, все? Вы уж возьмите тогда, закажите этот кукурузник, а к нему бочку. И все сразу, весь красный год, раз, допустим. Чтобы там ни одной не было гусеницы, белокрылки, ни одного муравия, ни одной плодожорки. Кстати, и это не поможет. И все равно вы не спасете никого, потому что не там ищут болезни, ни от них болезни. Очень беда. А вот таких вот, как этого дама. Чтоб легко не было насекомым подниматься. Это ж придумать такое. Основные скелетки должны быть направлены. Их Бог направил без вас. Куда вы лезете-то? У вас кроме секаторов ничего нет. И вот этой дури, вот этих рисунков. Я уже вижу эти рисунки из этого. Сто лет этим рисункам. Так легко читать эти лекции, когда сама ничего не умеешь. А вот она, подсказка. Вот я и пишу. Пункт 8. Региональные верховные комиссары. Только из новой элиты. Сейчас выпускников, я не считаю двух девушек, которые у меня прошли практику. Если не считаю только их. Вот. И получается, что... Их десятки, сотни тысяч, если брать за десятки лет, да? Сельхозвузы, профессии эколог, биолог, ботаник. Еще, наверное, какие-то есть близки к этому. Они же ничего не знают и не умеют. Вы понимаете, что вот то, что я показывал, это дурь выше. Это все их тоже касается. Ничего. А там не наберешь этих комиссаров. Ни верховных, ни даже региональных. Откуда они возьмутся, если кто-то когда-то меня послушает, это будет новая элита. И это будет обязательно молодежь. Извините, Алексейка Алексеев. Уж простите меня. Вот. Ну, для меня вы тоже молодежь. Я все равно старше. Так вот, Савинич, Виноградов, Алексейка, Макаров, Мезинов, Железов, Сергей. Вот. Я бы Чернобаева, но ему тоже 72. Я бы моего брата рекомендовал, но ему тоже 72. Нет, давайте все-таки молодежь. Красная переведем. И таких у нас уже десятки. А это значит, кто-то в Пскове, кто-то в Новгороде, кто-то в Нижнем Новгороде, кто-то в Сызране. Вот как, не обязательно в Сызране. Если Виноградов, так ему надо как минимум область дать. А не этот самый. Не один город. Вот они-то должны наводить порядок. Вычистить метлой всю эту сволочь, которую привозят. Даже не те, кто привозят. Они просто исчезнут. Те, кто привозят эти смертворожденные саженцы. А те, кто не выполняет свои обязанности. А как набирать будем касту? Помните, как набирали в Запорожскую сеть? Бога веришь, горю, купишь, проходи. У нас тоже будет. Есть сад? Вот как у Макарова, у Мезиного, у Сергея Железова. А? Савиничий сад. Виноградов мы сейчас хвастались. Алексейкова, это самое... Ну, что я скажу? Каждый из них где-то меня превзошел. Есть сад. Бога веруешь. Прямая дорога в касту комиссаров. Других больше никто никогда не наведет в порядок. Никто и никогда. Так, мы вот что сделаем, ребята. Мы на этом за 15 минут закончим. Потому что я уверен, что после этой бурной речи вы устали. Вот. Мы не прощаемся. Вот. Скоро триумф. Я покажу вам десятки, сотни фотографий. В том числе и небывалых садов. Вот смотрите сюда. Видите? Итак. Много лет назад заплодоносил. Я только... А, ну, все-таки мое время не кончилось. Я заплодоносил у... Это самое... У пианиста. Кстати, ему где-то 85-86. Вот. Я считаю, что сад помог выжить. Он его не калечил никогда. Прекрасный сад. Так вот, когда он раздобыл саженец череси, она была желтая. Шли годы. Она краснела. Плоды краснели, 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 краснели. И она стала теперь уже, если не красная, но уже и не желтая. И он меня спрашивает. Константинович, как это могло случиться? Я говорю, у тебя подвой кто? У тебя подвой. Это вишня сибирская штабовая. И сегодня я показывал это, и вы делали фотографии, как получился вегетативный гибрид. Еще не гибрид. Это, так сказать, притеча гибрида. И вот там, рядом растет просто вишня. Я потом покажу, фотографии сделаны. Вот. Причем я делал вместе с паянисом, вместе с Ирианой Санной. Почему? Потому что мне нужны доказательства, живые люди. А не то, что я все это где-то снял, придумал. А может, в Крым не ездил. И вот, мы стоим возле дерева. Отдельное дерево, штабовое, стоит. Чистая вещь. Листик вот такой. Плоды. Не за что. Даже это. Мы попробовали, выполнили. Если больше не станешь. От нее тоже есть польза. Какая польза? Ну, стоит собрать. Переработку все равно. Это витамины. Вот. Все прекрасно. Но, естественно, он имеет два черешевых дерева. Один вот такой, бывший желтый. Он еще, он его называет желтая-желтая. Ну, какая желтая? Вот, изменилась. А вторая у него красная черешня. Два дерева, да? И вот на этой черешне, снизу, такая фотография прекрасная. Я как бы вас интригую, что я вам буду показывать в следующий раз. У меня, ребята, фотографий сотни. У меня крыша есть. Все надо показать, рассказать, разместить. Так вот, вот такой штамп. Одна вишня чистая, штамповая, кислятина. А этой вишней. Фотография есть, все равно есть. Ну, вот. Еще, может быть, я еще сделаю в виде фильма. Ну, когда еще раз поеду туда. Так вот, вторая такая же черешняя мощная. Такая же штамп. Подвой. Вот такой. И та же вишня сибирская штамповая. И вот такой отводок пошел с самого низу, ниже привильки. И на ней уже еще не черешня. Заметьте, ниже привильки. Но какая большая разница? Я вот угощал. Я как бы на правах не хозяина, как. Но как более, в данном случае, более сведущего человека. Чтобы сравнить. Вот дикая, вот черешня сладкая. А вот эта середина наполовину. Разница настолько и фотографии сделала, что вы мне скажете, ментор. Я скажу, да, ментор. Вы скажете, это не вегативный гибрид. Я скажу, не знаю. Вот когда мы возьмем косточки те, а они еще опылили друг друга. И тут начинается самое интересное. Итак, есть два дерева. Вот. Рядом-то еще растет чистое дерево с красными плодами, крупными вкусными. Так? Фотографии есть. Все есть. Получается, вариант дикая. Она же опыляется. Откуда урожай такие предельные? Всего получается две черешни в дерево. Одно дикое. И отводок на желтые черешни. Бывшие желтые черешни. Виде уже улучшенные вишни. Четыре варианта. Они опыляют друг друга. Как теперь доказать? Почему? Я сел на свой любимый конька. Терпите. Как теперь доказать? Ведь пройдет год. Прошел, прошел. Одна вишня опыляет другую. Черешня, вишня, 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 черешня. Улучшенная туэта. А теперь возьмем косточки со всех четырех вариантов. И что мы вырастим? Возможно, это будут вишни, черешни, гибриды. Они легко. Это вам не это. Они абрикоса сливой. И не ямлони с грушей. Тут легко получаются гибриды. Привращение одно в другую. Оно даже может быть один год вишня, а другой черешни. Да. Может быть. Один год пожестче будет вишня. Другой год будет более благоприятный. Будет черешни. Поверьте мне. То есть, все плывет, все это. Никто, никогда теперь получилось, допустим, покраснело. А сказать, что новый сорт, а с этой косточкой, с этой черенка, ой, с этого плода, косточка, она может стать вишней раз, красной два, желтой три. И повторить любое из четырех деревьев, вот этих, еще раз сказал, вишня дикая, вишня улучшенная, черешня желтая, бывшая желтая, черешня красная. Четыре варианта. Любой из них может повторить. Или не повторить. Никто никогда не докажет, благодаря ли это подвой, а подвой повлиял, что она оккультурилась. А генетики говорят, что геноинженерия, то есть генетики говорят, что электрический гибрид не существует, и будут правы. А те, кто увидели вот это, покраснение скажут, нет, вот электрический гибрид, и тоже вроде правы. И никто никогда никому ничего не докажет. Но мы должны все делать с открытыми глазами. Мы волшебники. Это надо, это надо, спасибо, что я есть на свете. Надо иметь и просто вишневые сады. Потому что даже вот то, что в Европейской России это не черта, все заканчивается. Там все причины я назвал. Калечения деревьев, близкородственные связи, деградация. Было? Хотя бы эти причины устраните, тогда у вас тоже будут сады. У нас же нет таких болезней, как в Европе. Мы не такие изощренные. И вот что получается. Такие, 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 такие. Посадили косточки, вырастет сады. Будет все, включая черешню. Почему? Еще есть одна причина. У меня она может стать вишней, холодно, а у вас может стать черешней одна и та же косточка. Это одно из моих находок, это даже из моих открытий. Одно и то же семя в разных условиях, в зависимости от почвы, слава Мичурину, от климата, опять слава Мичурину. Но я беру уже глубже, не просто это, как там Владимирская вишня, вот тут оказывается вкуснючая, а в соседнем регионе она невкусная. Я беру шире. Даже превращение из одного вида в другой. Ну что, не интересно этим заниматься? Ну, конечно, не каждому да ну. Ну что, друзья, заканчиваем. А вот и время истекло наше. Основное время закончилось. Мы сейчас перейдем в раздел ответы и вопросы. Вопросы и ответы. А сколько я вам должен был бы рассказать? А куда нас пишите? Пятый год меня терпите, терпите еще немножко. Потому что я поднимаю вопросы вплоть до Конституции. Если Конституции не будет, что каждый имеет право на землю, и пункт 2 отказать ему нельзя, вот тогда у нас будет Родина. Когда брали за вилы, когда отнимали, что? Землю отнимали. Вот тогда люди брали за вилы. И правильно делали. Так, все, друзья, заканчиваем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова